Добрый день, дорогие друзья! Прошу любить и жаловать. Наш постоянный гость Михаил Геннадьевич Делягин, депутат от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» и экономист-писатель. Михаил Геннадьевич, сегодня множество тем для обсуждения. Это, конечно же, ваша интерпретация событий в Минобороны. Это очень большой скандал, посвященный фильму-разоблачению от экстремистской команды Навального. ФБК. У них там обсуждения «Святые 90-е» или «Лихие 90-е». А вы в этом были довольно глубоко, все 90-е были на серьезных позициях. Но начать я хочу с другого. Михаил Геннадьевич, почти никто не заметил месяц. 22 апреля прошел ровно месяц терактов к року. Никто не заметил. Михаил Геннадьевич, почему? Более того, как-то даже про суд над террористами не слышно. Но нам уже объяснили с самого начала, очень внятно, убедительно, что террористы не являются никакими таджиками. И очень долго соответствующее разъяснение висело на сайте Министерства иностранных дел Таджикистана. И более того, после этого прямого хамства, когда российские правоохранители говорят, вот смотрите, мы поймали это выходцы из Таджикистана, а Министерства иностранных дел, таджикские власти, я уж не помню, кто именно, официально заявлял, что это все клевета, что это все никакие не таджики, что это все клевета на Таджикистан. Но возможно, что просто ситуация такова, что боятся обижать хозяев России. Может быть так? Михаил Геннадьевич, ну бог с ним, мы с Таджикистаном. Я хотел увидеть проверку групп быстрого реагирования вообще. Стоп, стоп, стоп. А это будет уже обида не трудолюбивым соотечественным и их этническим хозяинам. Это будет уже обида тем структурам, которые здесь, в России, их завозят миллионами и обеспечивают их легализацию и раздачу паспортов вертолетным образом. По принципу, чем хуже вы знаете русский язык, тем лучше. Так, а обижать россиян никто не боится? А кто такие россияне? Рождественной Российской Федерации реальных прав, как я понимаю, не имеют. Чего их обижать-то? Если трудолюбивый соотечественник на улице бьет русского или женщину даже, или стая кого-то избивает. Или прямо на рабочем месте приходит к врачу молодого и беременную женщину, не избивает ее, да. Все у него хорошо. Как это? Дядя Турал порешает, да? И потом сразу возникает вопрос. А если, значит, заняться вопросом, а чем занимались, прости господи, правоохранители? Там же целое отделение милиции, извините, полиции Павшина находилось в Крокус-Сити, если я правильно помню. Но не в самом здании, а, так сказать, с тыльной стороны. Если верить, конечно, картам, то нам скажут, что картам тоже вручную. Вот, тогда возникнет вопрос. А у нас миграционный служб в составе ведомства какого? Ведомства МВД? Ну, как же можно обижать полистейских? Не на вас. Завтра дело заведут, а до свидания. Это когда вы к ним приходите с фактом совершения преступления. Когда-то там, меня ограбили, у меня смошенничали от них деньги. Они говорят, а мы ничего не знаем, идите в суд, мы не будем рассматривать ваше дело. Прямым текстом говорят в Москве. А, да так-то они, так сказать, ответят ниже. Так сказать, возможности и права есть. Какие есть права у гражданой Российской Федерации реальные? На самом деле. На самом деле. Так что у этнических мафий права есть. Мне лет 10 назад один офицер ФСБ сказал, я понимаю, что если я вдруг на улице зацеплюсь по каким-то причинам с любым человеком, из Закавказья и Средней Азии, то, скорее всего, украинем буду я. Он пойдет все дальше на свистово по своим делам. Михаил Игоревич, как-то можно на эту ситуацию повлиять? Не знаю. В рамках закона не знаю. Я, значит, читаю в мемуарах, воспоминаниях о том, как, значит, таджикская поэтесса, там, руководительница таджикского отделения Союза писателей в советские годы призывала резать русских. Я обращаюсь... Сейчас живет в Москве, учат на всех толерантности, учат русских правильно относиться к выходцам из Средней Азии. Я обращаюсь в правоохранительные органы, я обращаюсь в Министерство иностранных дел. Это вообще как? Мне правоохранительные органы не отвечают. У них, так сказать, другие дела есть. А Министерство иностранных дел не отвечает, что, дорогой товарищ, а вы знаете, вот свидетельство о том, что она так себя вела во время русских погромов, это только воспоминания. Никаких юридических доказательств у нас не имеет. У нас нет. Но таджикское общество очень сильно любит русских. Мы видим это в Курокосе, наглядно, в других местах. А таджикское общество очень любит русских. И таджикское общество считает ее своим духовным авторитетом. И поэтому невозможно, чтобы она так себя когда-то вела. Она очень хорошая человек. Все. Все, до свидания. Пошли вон отсюда. Это не ваше земля. Это не ваше место. Зато я вижу, сейчас собираются поднять серьезно, ужесточить наказание для соучастников диверсантов. Я так понимаю, вот эти вот люди, которых развели мошенники, на которых взяли кредиты. Не, может быть, что они как раз сюда и попадут. Ну и по 35 лет им собираются. Да, и еще появилась разница между 25 и 35, честно говоря. Особенно, если вам там за 50 или за 60. Но, давайте уж тогда для самих диверсантов. А все соучастники, они автоматически входят? Ну да, да. Они сами диверсанты. Потом, понимаете, смертную казнь вводить не хотят. Потому что каждый смотрит в зеркало и думает. Сегодня задеется, завтра измену рознь. Смертную казнь вводить категорически. Возвращать, вернее. Хотя мы видим огромную массу людей, которые ничего другого не понимают. В принципе, не способны. Давайте при случае проведем опрос. Друзья, в комментариях пишите, вы как относитесь к возвращению смертной казни? Ну, я думаю, что там будет 80 на 20. Потому что все-таки аудитория, так сказать, московская, значительной степени либеральная. Поэтому противников смертной казни будет на порядок больше, чем по россии. Так что 80 за, а 20 против. Ну, это моя гипотеза. Вы думаете, в целом по России 90? Я думаю, что за 90. За 90. Я думаю, что за 90. Ну, просто все сталкиваются с... Как бы сказать, помяшу, чтобы не употреблять слово «дикари». Все сталкиваются с массами людей, которые ничего другого не понимают. И не хотят понимать. В принципе, а не. Возвращаясь к «Рокусу», ну, я думаю, что юбилей его не за, так сказать, первый месяц все постарались забыть. Потому что тогда придется отвечать на вопрос, а что же там было? Там действительно всех диверсантов поймали. Там действительно четыре человека такое сотворили. Или там какие-то пособники были, какие-то другие еще были участники. Потому что я понимаю, что у страха глаза велики. Но очевидство по горячим следам называли другое количество. Сразу встанет вопрос о праве граждан на самооборону. Если бы там хотя бы у одной десятой людей в карманах были нарезаны пистолеты, то все были бы живы. Ну, почти все были бы живы. Кроме террористов. Потому что жертв, скажем, было бы в разы меньше. Если не на порядок. Дальше. Здание общественной... Высокая общественная значимость горит, как свечка. Аж крыша проваливается. Возникает вопрос. Ну, что было построено из фекалий и палок так же, как все эти человенники в Москве? Или еще хуже? Или все-таки получше? Или человенники в Москве еще хуже строятся? То есть, понимаете, здесь вопрос о качестве строительства, о мафии, о злоупотреблениях, о безнаказанности. Потому что уже и прокуратура, и МЧС заявили сразу по горячим словам, что все хорошо, прекрасная маркет. При этом, возвращаясь к МВД, они мне заявили, что они не могут комментировать действия своих сотрудников, потому что объяснение того, что творили их сотрудники во время теракта, с какой скоростью они двигались, в каком направлении, это помешает следствию. Это будет помеха следствия, если кто-то что-то узнает. Можно подумать, что кто-то что-то не знает, и кто-то что-то не понимает. Просто из тех кадров, которые уже мы видели. Дальше, если об этом обсуждать, сразу возникает вопрос. А московические человенники не так же будут гореть? В случае чего. Или лучше, или хуже. Я просто напоминаю, что пожарные лестницы стандартные достают до 17 этажа. Не-не-не, Михаил Горгиевич. Стандартные, я помню, до 8-го, повышенные до 11-го, а все, что выше 11-го, это уже до свидания. Нет-нет-нет-нет-нет. При советской власти строились 16-этажки. Они так строились именно потому, что пожарная лестница... Я сейчас проверю. Надо проверить, надо проверить, надо проверить. Но официальная версия, почему выше это спецстрой, потому что, а, это сложнее, а самое главное, что там уже пожарная лестница должна быть какая-то специфическая. В большинстве гарнизонов 30 метров, это 9-й, 10-й этажи. Существуют лестницы 50 метров, 17-й, 18-й этажи. Он существует, окей. Да, да. В общем, если вы живете на 25-м этаже, то как бы желаем вам творческих успехов. В случае чего. Михаил Горгиевич, я сомневаюсь, что большинство российских пожарных частей оснащены этими особо высокими лестницами. Не о пожарных, а еще только о московских. И, возможно, что при Лужкове их все-таки как-то успели оснастить. Ну, это вопрос дискуссионный. Важно, что выше 25-го этажа спасение, ваше спасение – это ваша собственная проблема. Пожарные могут проехать, пожарные могут даже пробиться сквозь кольцо припаркованных автомобилей, их могут даже запустить на территорию, потому что не во всякую территорию их пропустят. Но, пардон, что будет дальше – это вопрос открытый. Поэтому вопрос в том, как и что горит, это для жителей Москва-Бада, которые живут в Человинниках, это выше условного 23-го этажа, это вопрос очень серьезный. И чтобы люди не думали о том, в каких условиях они живут, и что с ними будет происходить в случае чего, ну, вот, значит, эту тему нужно заметить. Дальше вопрос о том, а кому принадлежал, вернее, этот крокус. Причем я же написал в МЧС с прямым вопросом, дорогие друзья, а, собственно говоря, у вас там все соответствовало всем нормам? Они мне не стали воспроизводить в своем… Я был уже в телеге. Мне не стали воспроизводить в своем ответе свои собственные заявления о том, что все хорошо, прекрасная маркиза, есть и все леса. Они просто сказали, дорогой друг, понимаешь, нам вот по нынешним правилам запретили проверять бизнес, нам можно проверять только здание особой опасности. Здание круг – особо большую опасность. А здание кругуса – это здание по нормативам не особо большой опасности, а просто большой опасности. Поэтому мы его не проверяли, поэтому движутся. Вот этот уровень кромешной безнаказанности, когда никто не отвечает ни за что. Хорошо, теперь появился паводок. Паводок в Орске, в Оренбурге, Кургане, Тюменской области, Удмуртии, Мореллы, ряде других регионов шагают по стране. По Дальнему Востоку – Это непредсказуемо стихийное бедствие. Кто бы мог подумать, что когда температура воздуха повысится до 17 градусов, снег начнет таять? Михаил Иванович, вы заметили, кого назначили крайним? Мэра Орска? Нет, не мэра Орска, не губернатора, не МЧСников, а министра природных ресурсов. А, да-да-да, который не смог ничего спрогнозировать. Это очень смешно. Ну, на самом деле, человек вёл себя достаточно скверно долгое время и натворил других делов на самом деле. Но и кроме того, он действительно не смог ничего спрогнозировать. Это правда. Потому что, когда у вас глубокий снег, все понимают, что будет большой паводок. Это понимают все, кроме начальников, включая этого министра. Но те, кто строил эти самые дамбы из фекалии, паводок, у них всё в порядке. Тех, кто их не проверяет по всей стране, у них тоже, как я понимаю, всё в порядке. Может, министра заменят, но не более того. А, пардон. Ну, в общем, в общем, уже президент спрашивает, ребят, а почему у вас люди, которые, так сказать, пострадали от паводок, у которых всё затопило, почему только 10% из них получают компенсации? А, потому что. Потому что. И отвяжись от нас. Что это, всем, что ли, платить? Что мы... Что сказать? Причём вопрос не стоял о размере этих компенсации. Просто хоть какие-то. Мер компенсации даже не обсуждался. Просто сам факт. 400 тысяч заявлений, 43 тысячи удовлетворённых заявлений. Просто послали. Вот это лицо российской государственности нынешней. Редактор субтитров А.Семкин